Добрый день, друзья мои. Городок. Мы в Киеве и решили мы пойти в Молгородок. Вот такой он. Здорово. Вот Наташа с прекрасными сереженьками, которые были в каком видео, не помню, но видео смотрите вверху в описании. Ну все, идем глянем, что там в городке, сравним цены с Эмиратск. Народ, всем привет, это мы. Как дела? Здесь маску можно приспустить, но в Моле, в Моле, надо ходить в маске. Да? Кстати, из сравнения пока точно, точно цены на продукты дешевле и цены на вещи намного дороже, чем в Эмиратах. Цены-то дешевле. Да, ну футболка в Адидасе со скидкой стоила 800 гривен, смотрите сколько это в долларах, а в Пуме 700 гривен и футболки не ели. Все надо привязывать к зарплате есть. Да, как бы, но в Эмиратах можно найти намного дешевле и Пуму, Адидас и распродажи. Короче, идем глянем, что у нас такое городок. Ок, ставьте лайки, пошли. Да, вот в июле такие купля-продажи доллара. Все, заходим в городок. Сразу скажу вам, дико, дико чувствуется, что есть кондиционеры и прохладно здесь. Вот симпатичненько, здесь ювелирка, золотой век, магазинчик Интертоп. Еще ювелирный квартал, в общем, кому золото, серебро, бриллианты, вам сюда. И вот еще киоск островов, как мы с Наташей называем. Тоже вроде симпатичный. В Моле мы в масках. Вот, да, и люди тоже в масках. Такие правила в Украине, но в Эмиратах пожестче. В Эмиратах случайно маску на нос бросили, 815 долларов. Вот такие в Интертопе распродажи. Очень много магазинов здесь Алло и Иже с ним много магазинов техники. Там продаются смартфоны, планшеты, скутера. Вот, такой магазинчик. Сейчас привстучу масочку, у нее штрафуют. Жду Наташу и пойдем, ее интересуют сумочки. Сумочки кожаные. В Эмиратах найти можно, купить можно, нужно попасть на распродажу. И хороших мы там не нашли. Смотрели много фирм, но Наташа выбрала именно в Украине. Покажем, в каком магазине списалась с ними. Они есть, вроде эта сумочка тоже есть, какая-то сумочка фантастическая. Я помню, да, Наташа все время ищет что-то фантастическое. Сейчас пойдем, посмотрим, что за сумочка такая. По-моему, на втором этаже находится магазинчик. Очень много украинских трендов, брендов здесь. Такие, как там футболки, UA, что-нибудь такое. Ну, приятно, что есть что-нибудь украинское, а можно посмотреть. Пишите в ваших странах, как любите ходить. О, Наташа уже пришла. Любите ли ходить по магазинам? Я уже сказала, что мы идем. Мы не знаем, можно снимать маску, поэтому ладно, я одену. Люди в масках. Люди в масках, поэтому тоже будем в масках, не будем нарушать. Скажите, как здесь клево. Я не знаю, вы видите, но мне так тут хорошо, если честно. Наташа очень нравится в Украине. Мы очень скучали, и нам тоже, все, топчик. К сожалению, по вопросам нет. Пойдем посмотрим, посмотри, какая красота. Зелень такая натуральная. Вот, Наташа увидела натуральную зелень, соскучилась. Смотрите, натуральная зелень, как все здорово сделано в моле. Какие цвета шикарные. Напоминает, кстати, немножко отель экзотический, где мы были. Смотрите видео обязательно, я прикреплю в описании все видео. Какая есть экзотика в Равских Эмиратах, в пустыне. Красиво и шикарно. Давай еще я покажу. Все сегодня. Даже не верится, да ладно? Не трогай, не больно. Но я тихонечко. Так что вот такая красота есть в городке. А мы сейчас идем на второй этаж. И покажу вам магазин. Сумочек украинского изготовителя, да? Украинского, ребят, я ошибаюсь. А ну иди расскажи, Наташа. Какого изготовителя? Так где ж сюрприз-то, сюрприз где? Значит, сумки вроде бы Белоруссия вместе с Италией. Я не знаю, где Италия, где там Белоруссия, что из кого. То ли может чью в Белоруссии. А итальянская кожа может наоборот, я не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Снимать, раздушать и покажем вам все равно. Все покажем, все расскажем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Идем. Вышли уже на второй этаж. Смотрите, как шикарно просто. Магазины не хуже, чем в Эмиратском моле. Однозначно не хуже. Красота. Вот, Кузата Хата. Прекрасный ресторан с украинской кухней. Очень рекомендуемый, по ценам очень недорого. Ну, кто знает, киевляне, пишите, какое любимое блюдо. Так, а какой нам? Вон итальянский стиль какой-то есть, нет? Вот так вот. Ну, идемки прогуляемся, посмотрим. Ну, уже не так прохладно дует. Хотя мы заходили, было аж просто нас сдувало. Такие сумочки, Наташа, где тут сумочки какие-то неплохие? Ну, идем, посмотрим. Да, так симпатично сделали. Ты тут кушала вчера? Да, и здесь вчера кушала. Да, очень было вкусно. Так, сейчас давай. Что я кушала? Окрошку маленькую 30 гривен. Морсик смородины 20 гривен. Пирожок с грибами, 10 гривен. Было все очень вкусно. 10 гривен пирожок с грибами? Такой вкусный вообще. Так, ну, смотри, шли уже. Так, вот сюда. А, кофе. Погаши и аксексуары, как я люблю говорить. Ну, давайте глянем, что здесь за аксексуары. Чуть скидочки есть. Ага, вот мне нравится с Микки Маусом. Вот симпатичный такой. Слушай, как и зонтик, ты показала? 350 гривен? 350 гривен. Это чуть больше 10 долларов. Для граждан не Украины я вам все оставлю в субтитрах, описание в долларах, сколько стоит. Так, вот такие рюкзачки. Смотрите, какие симпатичные здесь есть чемоданчики, рюкзачки. Ну, вообще, мне нравится, конечно, что здесь есть и расстояние. Есть очень много вариантов. Вот только цены, я не знаю, может, нужно людей звать. Ага, 599 такая сумочка. Ну, так я скажу. Когда я сейчас вижу цены в гривнах, честно, я напугана. Я напугана, потому что цены такие, что с ума сойти просто. Так, что у нас здесь? Вот, допустим, Змешка. Так, непонятно, непонятно, непонятно. Доберусь до сути. Ага, 3145. Вот такой вот чемоданчик. Уже 10% скидка. Он такой пластмассовый, мягкая пластмасска. Я сразу его так продавила, можно сказать. Давайте идем к Наташе. Что за сумочку она мечтала? Что узнаем сейчас? Какую же сумочку Наташа мечтала? Добрый день. Добрый день. Ой, слушай, как пахнет. Так, я не буду сначала накваливать, но я... То есть сумочка кожаная, да? Да, сумочка. А я сказала, что это... Италия с белорусами, да, шьет? А кожа откуда, подскажите, пожалуйста. Кожа из-за сурнитурка Италия, шьет Белорус. Кожа Италия, шьет Белорус. А, прикольно, да, да. Ну, не наоборот, короче. Наташа, ну подожди, она же цвета из серого, да? А ты хотела... Я хотела такую, да. А, мне казалось, ты хотела черную или красную, поэтому я не понимаю. А цену сразу расскажи, а потом покажешь, попакуешь. Цена 3,620. Смотрите в комментах, сколько это в долларах. Ну, украинцы и так поймут. Я пойду. Ну, давай-давай, я с тобой пойду. Тут же у вас не принято запирать вещи чужие, да? Ну, я присмотрю. Ну, мало ли, ты так не говори, ну, все может быть. Сейчас, да, умельцы много. Умельцы всегда были. Ну, что, Наташа, скажите, пожалуйста, выше на вне не делается. А вот же у тебя вот... Это самая высота. Посмотрите другие сумочки. Ну, Сетяна, так у вас шьет Белорус. Кожа итальянская, ну, я бы рекомендовала, по крайней мере, точно этот магазин посетить. Смотрите, какие просто классные рюкзачки здесь. Вообще, 4085. Смотрится вообще, наверное, как кожа питона. Вот эти рюкзачки вообще класс. Сейчас присяду. Возьму-ка, посмотрю, сколько здесь стоит цена такого. 3,850. Рюкзачки вообще дико симпатичные. Модно смотрятся. Так, разные такие мимишечные маленькие сумочки. Почем? 2,490. Очень удобно, что цены есть. Продавца дергать не надо. Вот сумочка. 2,520. А это вот сумочка не с змеи, не? Похоже просто. Не, ну так... Это породия, породия. Почем? Под змею. Под змею, да. Да, симпатичная. Да, симпатичная. Вот такой вот под питона типа 2300. Ох, симпатичная тоже какая. Почем мы все посмотрим. Это одно видеть... Сумочка 5,420. Хорошая такая, я бы сказала, офисная. Когда вы бизнес-леди. С такой сумочкой самое, но выйти и давать людей вашим подопечным. Так, Наташа, а ты сумочку покажешь? Смотри, что там есть. Да, покажу. Здесь никаких карманов. Здесь тоже. Здесь только, наверное, ну как название. Здесь в серединке... Помедленнее. Два больших карманов. Ага, два больших отделения. Один вот можно телефон положить. Телефон или документики. И вот что-то на замочке я вижу маленькое. Посреди небольшое такое, что хочешь клади. Очень удобно. Ну тоже как... Так. И вон замочек, да? Да, есть ключный такой. А подкладочка какая? Что у нас с подкладочкой? Отличная подкладка. Мне кажется. Мягенькая такая. Нет, она плотная. Смотри, она очень качественная. Ну да, и швы, посмотри, как сделаны. Это итальянская кармана. Да? Очень, я не знаю. То есть весь материал Италия, а шьет в Беларуси. А шьет в Беларуси одна фабрика. И легкая, я не знаю, сколько она весит. Очень легкая, да? То есть, в принципе, если вы будете лететь, она как за багаж вам не сделает вес. Еще, пардон. Смотри, вот тут еще с двух сторон. Угу. Ну, такие неглубокие, да. Они сделаны как карманы, они действенные. Это нычечка такая для талончиков, для проездного, да? Ага. Можно 200 долларов положить. Если вы в Дубае, вы, скорее всего, сюда положить можете. А если вот в Киеве или в других странах СНГ, я бы не рекомендовала. Умельцы есть везде. Я перебиваю. Да, давай. Выше мне надо. Больше или выше? Выше. Ну, куда больше? Нет, выше. Надо дырку убить. Выше. Угу. Это самое крайнее. Это самое крайнее. Ну, давай будем смотреть что-нибудь другое. Вот смотрите, вот такой шикарный. Вот шикарный цвет. Я не знаю, что это. У меня рюкзак, я его одену. Покажи. Это барсетка, наверное, лично. А, это косметичка. Пошли, нет. Симпатичный. Смотрите, я покажу здесь. Может, вот эта, типа Марсала, вот она. Ну, мне нужна вместительная, вот размер, его цвет. Цвет, цвет, цвет. Вот такой или такой ближе. Какой-то сливовый, да? Да, это ближе к сливе. Ну, красный, симпатичный, мне кажется. Какой? Да, вон же красный. Ну, это не красный. Ну, это у вас не красный. А у меня в камере красный. А у меня, да, у меня было за красный. А вот смотри, а вот смотри, вот какая. Посмотри, вот эта вот. Вот эта. Кстати, я эти модели тоже смотрела. Давай посмотрим. Уже просто обилие сумок. Девчонки, заходите сюда. Вам будет интересно. А мужчины, вы можете приобрести классный подарок вашей подружке, жене или дочке. А себе можете построить сколько мужского здесь? Мужского полного. Обязательно рекомендуем посещение находится в городке. На втором этаже, так называется, магазин? Кофер. Кофер. Ну, мы и показывали его название. Есть еще в мармеладе на метро Шулявская. Еще в мармеладе на метро Шулявская. Так, ну, давайте-то посмотрим. А это вот какая-то сливовая уже. Это даже вот мне сливовая. Может, я оттуда все... Ну, давай посмотрим. Надо же пробовать. Мы же пришли, это же классный. Что-то мечтала в этот магазин попасть. Да. И безумие не все. Водные модели, я не знаю, нравится. Как оно-то повторяйте. Да, пожалуйста. Мы так можем сказать, что в Эмиратах такого изобилия сумок мы не видели. Там интересно, откуда там. Там либо вот эти все... Вот действительно, там какие-то... Все бренды, либо фуфло, это искусственное, на которое смотреть не знаю. Ну, это моё мнение. Ну, покажи цену этой сумочки вот это вот, чтобы людям тоже было интересно. Легкая вообще. Вот, вот на цена. Две четыре пятьдесят. Смотрите, в долларах. Тоже все. Сто долларов, меньше сто долларов. Сто долларов, но это кожа. Это кожа. Это кожа итальянская. Ощут наши братья-белорусы. Похоже, класс. Ну, я не знаю. Мне надо, чтобы... Ну, это тоже так, бимба. Смотрится бимба. Вот тоже это надо делать, да? Надо посмотреть на него. Сейчас вот, да. Ну, эти просто сегодня сумочек вообще. На высокий шейс. Покажи цену. Стоп, там более, да. Две четыреста девяносто. А мне она тоже. Знаешь, ты с любой сумкой здесь классно смотришься. Вопрос только, чтобы подтянуть, как тебе надо. Потому что сегодня сумка должна быть удобнее. Может, та даже и большая. Потому что я привыкла. Ну да, та, слушай. У меня маленький, но ничего не влазит. Большеватая. А дальше на одну сторону ту повесим, а на вторую эту. Ну, сейчас приедете. Я еще... А, я сейчас... Понимаем от всего. Так, а тут тоже нету кармашка. Тут получается... Да, наружный. Ну, такой большой. Ну, конечно, для таких косметических таких. Ну, можно. Ну, достаточно много так. И штаблеточки. Все остальное. Да, тут два глубоких. Широкие, кстати, карманы. Одни есть, есть, есть. Здесь цвет слива. Ну, это слива, да? Да, это слива. Да, прикольно. Но повыше надо, конечно. У тебя по попе будет бить, когда будешь идти. Ну, мне надо мой рост вот где-то так, да? Слушайте так, мне вот это еще тоже нравится. Можно я беру туда складываю. А вот это. А вот это. Пока Наташа меряет наружу. Пишите в комментах, какую бы сумочку вы выбрали. Мне хочется такой... А уж приходите и смотрите сами. Опять-таки мы не рекламируем, просто нам этот магазин, если тебе нравится, заметьте, просто погуляйте, посмотрите. Я перевожу камеру на Наташа. Так, это что у нас такое красивое? Тоже классное. А цену мы показывали? Цена на зелененьком. Двитние 2400. 2450. А там было 2490, по-моему. Ну, вот это только цвет... Вот это и розовенькое, да, у вас? Да. А розовенькое какая-то? Это была черно-коричневая сейчас. Это даже что она бежевенькая, такая розовенькая, да? Ну, как сказать... Не ярко розовая. Где-то, по-моему, было. Так, а что здесь, смотри, тут на магнитике кармашек. На магнитике. А здесь кармашек. Здесь удобно к себе, к себе прижимаешь, чтобы у вас ничего не слимонили в этот момент. Наполнение тоже вот классная такая. Это вот тканька, что ты показывала, хорошая. Один карман и на замочке еще карман. И на замочке, да, совершенно верно. Какая сложная. Кстати, тоже. Но я хочу все сделать, вот все, что у меня я предположительно буду носить. Положить в сумку и посмотреть, как это будет. А где у тебя это все в рюкзаке? Все в рюкзаке. Ну, то есть Наташа подошла к делу, делает все. Принесла все в рюкзаке. И будет класть в сумочку. Правильно, сумка должна быть идеальная. Скажи, какая сумочка. А что уж по росту, как же ты будешь решать вопрос? А я найду людей, которые продают это. Ремешки переделаешь? Ремешки, они раньше, это было, по-моему, 5 гривен или 10, они за пудырку делают. Отверстия. А, ну все. То есть, ребята, это даже не, оказывается, оказалось не проблема. Ну, как не проблема, поискать стоит. Так, если есть вот такая темно-коричневая, я бы тоже ее рассмотрела по коварям. На сайте, секунду. А, я поняла. Потому что она у меня, может, она у меня где-то... А, сейчас, секунду, да? Я как-то посмотрю. Так, что еще? А розовенькую ты не хочешь попробовать, да? Еще раз. Универсальный я себе придумала в голове универсальный цвет. Либо вот такого фиолетового сливого, либо вот такое Бордо, Марсало Бордо классно. Слушай, а что это такое плачет? Народ, уши... Ага, какой он симпатичный. Кожа, какой легенький. Вот если кожа, это очень шикарно, это очень круто вообще. Слушай, у меня аж мурашки по коже. Кожа, мурашки. Так, отдельное отделение, да, и внутреннее. А, посмотри, цену еще надо. Сейчас, сейчас, подсекрю. Дай-ка я сразу гляну. Ну, 1390, народ, это неплохая цена, вообще вам скажу. Это 50 долларов примерно. За 50 долларов кожа, ну... Нет, у них только две. Только две. Хорошо торговаться за эти деньги будете. И то, вряд ли вы будете успешно. И какая хорошая, смотри. Такой плач. Ну, как плачек это называется? Да, ладно. Супер, да? Они есть разные. Для гусеника вообще бомба. Как фирма Матиоли, да? Матиоли, да. Вот он же. А, в этом мы подвели. Да, подвечка делала. Да. Все приятно, когда идешь, чтобы у тебя были удобные, классные вещи, сумочки, чтобы вы знали, где что находится, чтобы... Ну, да. И что могли предотвратить проникновение чужих рук в вашу сумочку, чтобы вы знали, где что. Знаешь, для меня немаловажно вес. Ну, и вес, конечно. Зачем это пару килограммов таскать? Это ж тяжело. Ну, тоже классно. И на меня это маленькая будет. Маленькая будет. Да. Стоите 2,490. Маленькая будет. А, покажи, открой, что есть уделение. Мне такая бомбочка нравится. Мне тоже. Эта модель очень удобная, но она маловато. Так, давай. Я же не знаю, что она... Ну, для меня маловато. Ну, так, выйти, пройтись. Ну, если нужно, там, допустим, уже подольше, допустим, перелет какой-то сделать. Так, она открывает, что в бомбочке у нас. На перелет. Ну, как? Есть люди, у которых вообще все. Так, значит, вот здесь кармашек. Не намок, просто кармашек. Так, а здесь мне надо вынуть. Можно я не буду вынимать? Я вижу, что здесь вот карман есть. Нет, я не вижу. Ну, в общем, мы верим, что там есть карман. Не хочу вынимать просто. И там что? И все, по-моему. И все. Ну, это уже вы... А, еще один кармашек. То есть с двух сторон. То есть с двух боков есть симметичная кармашка. То есть если интересует модельку, то приходите и смотрим. Мне сегодня рюкзачки понравились вообще. Ну, вон внизу, посмотри. Просто они смотрятся очень, знаешь, очень так вот брендово. Можно посмотреть. А, кстати, как ваша фонка. Бронза, которую вы первую смотрели, только немножко более ярче. Видите рюкзак? А, да, кстати. Ну, это более как соло-то брайдится. Да, он какой-то более бронза-бронза прям. Какой ты хочешь рюкзачок посмотреть? Хочу второй справа. Нет, второй справа. Это? Да. Да, он смотрится реально так. Ух. Тоже легкий. Вообще шикарный. 3,850. 3,850. Я изменилась. Так, сейчас с Наташей Карас решили в это время перезвонить. Мы прервемся. Так, снова мы с вами. Мы вернулись. 3,850. Да, 3,850. Цену я показала. То есть чуть-чуть больше... Не, не чуть-чуть больше 100 долларов. Я не знаю, сколько он есть. Смотрите в комментах. Шикарный вообще. Он, конечно, смотрится бимбом. Не знаю, сколько это функционально. Это удобно, как Бобби рюкзак, что все твои документы у тебя очень. Это очень плотно, но очень большой. Это очень правильно. Когда плотно, тут ручка документики не заберет. Просто мы много путешествуем, мы понимаем, что это важно. Здесь такой подкосметичный. Скорее всего, какие-то вот такие салфетки санитрайзерами. По марте, по-кому что, короче. Валерия, таблеточка. О, это вот хорошо так оно. Он такой мягкий, кажется, да? Он, да, я тебя подтрогала. Вау. И вообще шикарно. Значит, это все выделка. В принципе, да, это выделка тоже. Рюкзачок, еще для путешествий, тоже очень классно. Как ручную кладь. Это вот ткань, которая тебе очень понравилась. Она нравится. Которая действительно качественная. Так, маленький кармашек. Тоже такой для помадки, для чего-то еще большое отделение. Достаточно еще одно глубокое отделение. И внутренний карманчик. Она очень мягкая. Ой, класс просто. И смотрится очень модно. Смотрится просто классно. Вот видно, что как-то это вот с Италией связано почему-то. Почему? Не знаю, мне вот представляете, что это где-то вот Европа какая-то. Я никогда не была в Италии, но чувствую, да? Она будет как-то. Давай я тебя сзади сниму. Сносится отлично. У меня такой же синий. У вас синий такой же? Вот этот, да? Синий тоже красивый. У меня просто есть другой серый и еще синий. Классно. Классно, классно, да. Увидишь на видео, сильно классно смотрится. Здесь такие все вещи. Нет такого, что там строчка не дошла, там замок в левую сторону. Здесь все качественно. Ну, да, вот ты сказала, я с вами. Наверное, я считаю, что все работает. Так, это вы потом его принадлежите, да? Спасибо. Так, а я продолжаю все-таки сумочки делать. А там у тебя три уже есть кандидатов-победителя. А, вот еще вот эта сумка. Это, наверное, большая. Так, 3405 стоит. 3405. Так, смотрю. Интересно, так задумано, кстати. Да? Угу. Я, знаешь, думаю, что туда от дождя закрывается, чтобы дождь не прошел. А ну, ты... А ну, сделай пару шеврошков назад. Вот, чтобы я посмотрела на тебя. Она не просто большая. О, большевата. Она примерно вот, она больше той первой, бронзовой, что ты смотрела. Да? Угу. Мне кажется, что она там охрана больше. Ой, какая она приятная. Слушай, лягусенькая. Вообще лягусенькая. Тут грамм 200 есть. Ну, я не знаю. Ну, 300, мне кажется, максимум. Ну, тоже большой карман. Все, так. Окей. Ну, как она смотрится. Не, не нравится. Большая. Большая. Ну, большеватая, да. Нажимается, понимать, она большая, но классная. Я не такую хочу, да. Потому что, знаешь, если скажут, в самолете, да, нельзя же еще там, ручные клади много, то ее надо... Ну, да, получается, тебе, если ты возьмешь уже рюкзак и ноутбук, тебе эту надо будет совать в рюкзак. Ну, класть рюкзак, чтобы не просили доплатить. А это... Это не влезет, да, кстати. Ну, шикарно. Слушай, я что-то как-то... Ты не ожидала, что будет так, да? Не потому что мы там пришли, снимаем, да, и вот, в принципе... А вот, посмотри, какой цвет мне просто нравится. Вот это вот. Зеленый. Ну, тема зеленых я у себя уже прошла. У меня есть зеленая сумка шикарная. Не могу ценой найти, посмотри с твоей стороны. Мне тоже нравится очень. Вот она все, я уже вижу все. Цена. Кстати, это уже тяжеловат. Я думаю, что хотя... 3820. Ага, вот как она сделала, интересно. Тоже классно. Ну, давай посмотрим. Ну, класс. Так, открывается. И тут просто обалденно. А это зачем? А, все, поняла. Это это. Можно делать так, дай мне. А, ты поняла как. Так, не поняла. Так, не поняла. Так, не поняла. Фантастика на втором пиже. А, все руки. Ух ты, умно. Умно. Угу. А идеи разработки кому принадлежат? Если бы Италия принадлежит. А, то есть руки только белорусские? Все, Италия только, да. Ну, нежные белорусские ручки делают всю работу. Белорусы, кто есть у нас на канале из подписчиков, пишите. Ну, шикарно. А, кстати, у них есть эта фирма? Есть ли у вас эта фирма? А то бывает так, что... Сейчас я покажу, как она называется. На экспорт. Правильно, импорт. Это что? Матиоли. Так, девочки, красавицы. Ага, Матиоли. Ну что, Наташа, ты попала в рай, поэтому давай. Так. То есть три, да? Вот эту я уже взяла. Три, и мы тоже их покажем, и будем показывать, как ты будешь выбирать. Это не Бордо, не Мальсало. Это все-таки красная. Красная. Красная, в принципе, тоже, но она на себя берет. Тебе надо будет помаду яркую делать. А посмотрите, она еще, пожалуйста. Ой, она еще перламутр. Слушай, или мне кажется? Да, да. Да, есть же перламутр. Стоит она 2570. Я же такую, эту. Вон, фиолет взяла. А, отлично. Ну, в общем, ты ее так и взял. А ты видишь этот эффект? Не видно на камеру? Как переливается? Ну, как переливается, но я вообще думала от освещения. Ну, может быть. Ну, вот есть такой эффект красивый. Так, хорошо. Есть вот такая, это же модель, но вот этот вот. Как называется этот эффект? Какая-то стоит 2750. Сейчас скажу. Таупэ, а что-то? Не-не-не, не цвет, а вот этот эффект. Талар, флатар. А, да-да. Понимаете? Я забыла. Я умничаю. Таупэ, да. Ну, да, таупэ цвет. Цвет тоже шипарный. Теперь объяснишь, что это за эффект Таупэ? Объясни нашим телезрителям. Нет, Таупэ это цвет. Это называется цвет. Это такой непонятный серо-фиолетовый, коричневый. То есть люди его воспринимать могут по-разному на самом деле. Глаз человеческий. А вот этот эффект, вот видишь, вот такой типа как кожа как будто бы. Это, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, флатар называется. Вот именно этот эффект, это его так прессует кожу. Это не так, ну... Народ, кто там понял, о чем идет речь, там, я жучилка физкультуры. Объясните мне, пожалуйста, в комментах. Возвращаемся к Наташе сейчас. Зеленичка другая. Это другая сумка, подожди. Она другая. Ну, тут цепочка такая симпатичная. Это цепочка, она как-то повыше, смотри, она выше. Это другая сумка, моделька вообще. Все, я поняла. Цвет шикарный, но моделька не сегодня. Так, и кто был, девочки? Сейчас мы будем, наверное, их попросим, если так нужно, положить свои вещи. Что было? Ну, рюкзак я могу взять себе на спину и выше выбирать. Не, а мы уже идем туда. Уже идем, все. А, и вот эту я смотрела, но мне кажется... Она очень-очень мягкая. Да, она безумно, слушай. Ой, боже мой, что за шикардос такой. Цену покажи мне. Она на зелененьком. Цена 2 590. Боже, какая премьера. Чуть-чуть меньше 100 долларов. Да, причем летняя, когда под настроением. Она в серединке, что? Она, кстати, очень... Вот эта модель мистительная. А только один цвет у нас сейчас, да? Она одна. Кстати, я бы смешно там здесь снимать. Показывай. Так, а ремешочек нигде? Где-то есть? А, да? Все, я поняла. Покажи пока. Смотри, один большой. Один большой, один ключик. Немножко замялся. Надо его разровнять просто. Вот, смотри, тоже отделение. Кстати, посмотри, какая-то уже эта вот ткань. Класс. И вот тут вот, потайной и здесь. А ну, сейчас посмотрим. Что-то сделает. Вообще, сейчас, конечно, не оттайки спешите. Досъедините ее, чтобы она там не была. Идет к этому, к твоему наряду сегодня. Отдает зелень, да? Как вам народ? Ну, в комментах скажите. Это, конечно, вместительная сумка. Вот именно вот эта модель. Ну, а что с цветом? Татьяна, вот узоры прикольные, кстати. Интересные. Классно. Ну, цвет даже не знаю. Думаешь, она пачкабельная? Будет пачкаться? Не знаю. Она молочная. Ну, она молочная. Будет ли она пачкаться? Ну, сестра. А, кстати, рост мой, да? Наконец-то Наташа нашла свою сумку. Представляете? Как прикольно. Не-не-не, я не нашла. Ну, подожди, что ты улюбишь. Нашла по росту, я имею в виду. Вводишь ли ты его молочная? То все остальные, все остальные более чуть пониже. Ну, она классная, но мне она что-то, не на мне, не нравится. Хоть и по росту. Ну, туда возвращаемся к трем кандидатам. И сейчас будем решать. Возвращаемся к нашим сумочкам. Там вот, кстати, визиточка магазина, кофер. И Наташа начинает выкладывать. Дай-ка я покажу трех кандидатов. Назовем ее сливовая, бронзовая и тауп. Вот это как раз тоже тауп. Тауп или тауф? Тауп, тауф. Тауп. Ну, сейчас Наташа будет складывать туда свои вещи. И покажем вам результат. Вот что у Наташи должно быть в сумочке. Минимально, скорее. Да, телефон, кошелек, ключи, очки, косметичка. Старая косметичка, книга и санитайзер. Ну, вот правильно, так что. И маленькая собачонка. И маленькая собачонка, ладно, давай. Ну, в эту сумку влезет. В любую сумку. И мы потом покажем результат. Потому что здесь пол-литра валерьяночки еще войдет. И пол-литра валерьянки не забудьте. Наташа уже допаковывает. Напомню, цена сумочки 3620. И я скажу так, что оно уже и места нет. Что оно уже так плотненько. Да, ну как, еще можно порубить. И лориков сюда положить красанчик. Водичку даже можно впихнуть. Ну, вот бронзовая сумочка. А вот удобность. Теперь оденю ее на плечо и посмотри, как тебе. Не тяжко ли тебе держать все это на одном плече? Ну, это же моя ножа, как бы она всегда. Да, своя ножа не тянет. Запомните, кстати, еще один хэштег. Все, вот так вот, да? Тяжеловато. Да, ну так в любом случае, мне кажется, если ты положишь в любую сумку, тебе будет тяжеловато. Ну, как, кандидат номер один, бронзовая сумочка. Ну, что вы, народ, думаете про это? Давайте в комменты. Ну, не знаю, давай все посмотрим. Потом даже, может, пересмотришь видео. Тауп вообще не влезет. Да, пересмотришь видео, и тогда вот уже посмотришь, что тебе важно. Ну, думаю, книжку придется ложить в кофр просто из ноутбука, потому что оно, это много действительно. Чего ли она мне нравится? Ну, вот тут Наташа поняла, что в сумочку Тауп, да? Да. Оно, вот, все может не влезть. Наверное, книгу-то вот мы не будем стараться впихивать. Ну, вот, значит, сюда можно... Я выяснила, это вот наша косметичка, а здесь таблетки. Вот, Наташа абсолютно здоровый человек, но таблетки с собой носит. А, то есть это без таблеток, без косметички, без книжечки. Ну, в принципе, так и должна выглядеть сумка, чтобы ты могла ее положить в рюкзак при перелете. И у тебя это не засчиталось, как вес. Потому что та сумка все-таки, она классная, но вот у тебя тяжело будет все это носить. Куда ж ты будешь, по городу гулять? Сумочка должна быть для наслаждения. Телефончик, денежки, ключики от дома, ну все. На крайня, кстати, книжку можно в телефончик закачать, хотя мне, конечно, нравится читать бумажные книги. Я сейчас взяла и вынуть. А, ну и очки, конечно, солнце, все-таки очки. А, ну и для масочки отделения, для запасной, для санитайзера. Теперь это обязательно, это уже входит в нашу жизнь, уже как полтора года. Так, ну, более-менее. Так, а цена этой сумочки 2,450. Народ, это вот три сумочки. У нас будет, пожалуйста, свое мнение в комментах, какую бы вы себе взяли, какая идет Наташа. Что вы об этом думаете? И, конечно, вам покажем, что мы приобрели. Ну, я бы хотела побольше. Побольше, да? Вот, классная, да. Вот, это Наташа хочет побольше. Так, идем сейчас к третьему кандидату. И так, как мы назовем ее с Львова, эту сумочку, третий кандидат, стоит она 2,490. Кстати, в первой сумочке Наташа забыла ключи от дома. Слава богу, вспомнила и достали. Вот, какие войны, пока вот цвета ведутся. Это же вообще как-то. Так, вот сейчас мы все складываем. Вот сюда, наверное, средняя. Тауп она поменьше, вон она стоит. Бронзовая побольше. Это, наверное, такая средняя. Правильно, что выбрала такие размеры. Сейчас вот точно, наверное, должна определиться. О, сюда вошло почти все, кроме косметички. Ну, давай, давайте посмотрим. А такой тонюсенький этот? Тонюсенький, значит, если будет тяжелая, может рядать плечо, кстати. Вот это вот. Наша перестегнет уже и будем вам показывать ее дефиле. А что у нас здесь ключи? Ну, вот и третий наш кандидат. Сумочка. А? Мне это нравится. Это нравится? Да. Ну, если ты тоже, я всегда думала, что вот если тебе та всякая маловатая, а та большеватая, ну, думаю, что ты сейчас выберешь третью. Ну что, ребята, а вам какая, в принципе, понравилась сумочка? Ой, симпатичная. Ну, вот то, что тоненькая шлейка тебе не режет плечи? Мне надо поднять. Вот если бы я подняла, он сейчас будет. Просто если сюда положить, допустим, условно, я думаю, туда, конечно, не надо класть пол-литровую бутылочку водички, но если положить, то уже будет плечи резать. Ну, симпатично смотрится. Сейчас Наташа еще подумает, и мы, конечно, покажем вам наш выбор. Наташа, какой-то прикол в сумочке нашла? Ну, это не прикол, это как раньше, смотри. Сборщик 3А. Товарищи белорусы, кто из вас собирал эту сумочку, знаете, очень качественно. Вам спасибо большое. Вы молодцы. Я так понимаю, это победитель? Я, да. Это вот сумочка, которая была третья, сливовая по цене. Да. Еще раз 2, 490. В общем, Наташа выбирает ее. Так она, что-то. Да. И замки, ты знаешь, я всегда очень предубеждением вот к этим металлическим замкам, поскольку, знаешь, ну, это мой бзык ногти, типа, уже можно поломать. Работают шикарно. Ну, тут карманище, посмотри, какое здоровое. Это я так бросила ключи. Ага, ключики уже лежат здесь, то есть, если бы мы ее не брали, главное было бы не забыть ключи. Ты права. А ведь ты права. В общем, в данный момент сумочка номер 3 победитель. Ну что, народ, вот мы вернулись в Украину. Уже начали снимать вам контент с Киеви. Могу вам сказать, что сумочки здесь точно круче, чем в Эмиратах. Не забывайте про наш канал. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки. Будет много всего интересного. Всем пока. Пока.